По слухам у нас Хонда удивляет. По цифрам без системы ERS у мотора Хонда по определенным слухам 690 сил при 700 силах у Мерседеса. Теж зачет кабель. Ну да. Вот. Что говорит о непосредственной близости. 10 сил это не та разница при прочих равных. 10 сил это абсолютно не та разница, которая может быть видна глазу на трассе. То есть это градус температуры работы резины может компенсировать. Поэтому это уже такие детали. То есть в принципе если по слухам опять-таки мы можем говорить, что у Хонды и у Мерседеса равные моторы. О том, какие мнения будут по надежности, не знаю. Но меня ты знаешь, несмотря на все, на все разговоры о том, какая мощность, какая надежность и тому подобное, больше всего обнадеживает – это то, что Алонсо туда перешел. Правда. Вот почему-то, мне кажется, он бы просто так туда не переходил. И как он тянул с этим переходом. И мне кажется, что он до последнего взвешивался за и против. Он получал какие-то данные, он получал какую-то статистику со стендов и всего прочего. И я думаю, что все-таки он, наверное, знает. Он знает то, чего мы еще не знаем, но скоро увидим. Ну, первое, он хорошо знал то, что происходит в Ферраре. И то, что сейчас подтверждается словами руководительства. То есть ты хочешь сказать, что Алонсо уходил… Из гиршего в трешки кращую умову. Нет, что он переходил не куда-то, а откуда-то. Я думаю, так. Я думаю, что это первая причина, почему он решил заменить команду. И я верю в эту rozmову, что он еще минулого року в 2013-му, спілкуючись с Монтеземолом, сказал, что если что-то не так, у меня есть право пить. Окей. Пошло не так. И он решил этим правом пользоваться и пить из команды. И он приходит явно не в топ-команду. Команда, которая только на ноги говорит про перспективный план. У него, безумно, есть амбития сделать то, что он не сделал в 7-м году с командой Макларен. Он, безумно, возрослал на АЕРТНСН и на перемогах Макларен. И он был фанатом команды Макларен. Это не то, когда футболист переходит в новый клуб и говорит, что он был болевальником самого детства. Он реально был болевальником Макларен. И те, как Фетер хотел в Ферраре потрапить, попри все эти складночки, которые есть в команде Ферраре, он пришел туда. Та самая с Робой Волонсо. И вот тут интересно, кто раньше достигнет успеха. В выходные умовы, однако. Я так понял, ребята выиграли 2 и 4 титула, соответственно. И время реализовать детские мечты. Дуже схожа на те. Я нещодавно дивився з твоєї паради «Клятий Юнайтед» фільм. Брайан Клафф якраз щось подібне робив. Він вирішив Ноткінгом Форрест взяти, витягнув його на вершину. Виграв 2 титули Кубка Чемпіонів. Можливо, щось подібне очувають Фетерлі Алонсо. Ми досягли певних результатів. Ми вже довели все, що могли. Є шанс своє ім'я записати в історію золотими літерами, витягнувши одну і іншу команду із того місця, де вони. Вперше із 1980-го року ні Феррари, ні Макларен не вигравали гонок в цьому сезоні. І це пройшло вже скільки? 34 роки. Величезна епоха. Я думаю, що саме час ці команди повертати на вершину. Алонсо і Фетерлі можуть це зробити. Хто раніше? Я зробив ставку на Алонсо. Тільки тому, що він, як показують усі рейтинги, в топ-3 пілотів. Попри його результати і результати команди Феррари, всі знають, що таке Алонсо, на що він здатен. Єдиний момент, який залишається невідомим, як він поведе себе, якщо ситуація не буде під контролем і щось піде не так, як це було із Льюісом. Цей психологічний момент залишається фактором, який може привести до краху всіх амбіцій Алонсо в Макларен. Але те, що він подорослішав – це факт. Я думаю, що в нього більше терпимості тепер. Вітіскоп. Спортивне відео.